Криптовалютный рынок 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 Идеи, смарт-контрактов и так далее. Конечно, биткоин начал терять немножко свой уровень доминирования. И период альтернативных монет это был 2017 год, когда практически предполагалось, что некоторые из них решат проблему масштабирования, которая появилась у биткоина в конце 2016 года, начало 2017 года. Но когда рынок увидел, что это не произошло, в 2018 году начался медвежий тренд. Да, все начали падать, но биткоин чуть поменьше, поэтому уровень доминирования снова вернулся к некому такому сейчас среднему уровню. И давайте я сейчас проанализирую график вот этого уровня доминирования биткоина, пользуясь техническим свечным анализом. Я просто здесь уберу объемы, потому что не понимаю, зачем они нам нужны. Вот он практически еще раз этот график. Первое, что хочу сказать, очень интересный момент впереди хаулинга, потому что если мы возьмем уровни фибоначчи, ну грубо говоря уровни фибоначчи, секундочку, где они эти уровни фибоначчи, я хочу показать, что как будто график находится условно в самой середине вот этого движения, которое произошло в 2017 году. То есть вот биткоин сейчас, видимо, будет пытаться выработать некое практически конкретное направление. Верхняя часть вот этой половинки останется, или нижняя часть. Вот ситуация интересная, это все впереди биткоин хаулинга. Поэтому давайте начнем сейчас с месячного таймфрейма. Давайте посмотрим, что на месячном таймфрейме. Вот он практически график. Вот этот мощный уровень доминирования, который был, снижение в 2017 году, отскок, который начался в 2018 году, который продолжается и на данный момент. Однако видно, что практически есть якобы некая вершина, которая сформировалась в середине прошлого года, когда биткоин прикоснулся к уровню примерно 14 тысяч долларов за цифровую монету. Потом началась коррекция. Вот она практически та коррекция, которая была в феврале текущего года. Тут у свечи последний локальный максимум, который обновил предыдущий. После этого у нас идет череда из локальных максимумов, которые волнообразно снижались. Однако сейчас идет попытка снова возобновления локальных максимумов у свечей. Вот практически текущий локальный максимум, но все-таки видно, что он ниже предыдущих вот этих вершин. Так что даже если на фоне вот этой информации свечей якобы пытается начаться некий отскок, все равно эти свечи пока еще не подтверждают такой мощный бычий тренд. Это просто некое потенциальное начало, но оно на самом деле не настолько подтвержденное. Если перейти на weekly time frame, вот практически динамика цены, вот этот текущий отскок. Да, тут две практически бычьи свечи. Да, у них повышающиеся локальные впадины или локальные минимумы и локальные максимумы. В известной степени это говорит о потенциальном росте доминирования, уровня доминирования биткоина. Но мы посмотрим, что произойдет на следующей неделе после биткоин халвинга, как это повлияет на вот эту формацию свечей. На данный момент как будто бы есть попытка возобновления вот этого роста после коррекции и консолидации здесь. Есть как будто попытка роста. Сейчас ситуация становится еще интереснее, когда мы переходим на дневной таймфрейм. Но я говорю интереснее на мой взгляд, потому что здесь якобы идет восходящий тренд. На самом деле не якобы, он на самом деле есть. Вот он практически глобальный восходящий тренд, вот этот канал, который рисуется. И ситуация достаточно интересная. Почему? Восходящий канал, то есть это говорит, что волнообразно идет рост уровня доминирования биткоина. Однако на данный момент вот цена находится в нижнем пределе, вот он практически этот нижний предел этого канала. То есть вот практически сейчас будет интересно, сможет ли возобновиться от этой зоны практически, от вот этой зоны вблизи нижней линии канала, сможет ли возобновиться движение вверх. И скорее всего на это повлияет биткоин халвинг. На самом деле ситуация становится еще интереснее, если перейти на 4-часовой таймфрейм, потому что когда мы перейдем на 4-часовой таймфрейм, здесь идет контр-движение. То есть там восходящий тренд на дневном, а здесь идет уже нисходящий канал. То есть, ну условно это нисходящий канал, нисходящее движение. Вот он практически этот канал. Ну можно контуры и так поменять, но я уберу вот эти две впадины, и можно сказать, ну динамика она идет вниз. И почему я говорю, что ситуация достаточно интересная? Потому что после отскока от дневного, от линии на дневном таймфрейме восходящего тренда, цена прикоснулась сейчас к верхней границе нисходящего тренда на H4. И сейчас будем следить за ситуацией, потому что может быть возобновиться нисходящее движение от этой линии тренда. Будем следить за биткоин халвингами, посмотрим, как все это повлияет на график. И на самом деле ситуация еще интереснее, потому что если перейти на H1 или на часовой таймфрейм, к сожалению, здесь график не загружается. Но я хочу показать, что на H1 здесь идет попытка уже параллельного вот такого восходящего каналчика, то есть маленький канал, который практически на дневном таймфрейме пытает нарисоваться. То есть вот он практически этот, ну нижняя линия, она по сути должна совпадать с нижней линией дневного таймфрейма, но я с целью немножко здесь так меняю угол, чтобы было расстояние и логика было видно. Я хочу сказать, что вот он практически на часовом таймфрейме попытка начать начало движения вверх. И все вот эти три ключевые таймфрейма, дневной рост, четырехчасовой падение, то есть нисходящий бренд, часовой попытка движения роста, все это говорит, что мы находимся на неком перекрестии, то есть вот этот график, изображающий уровни доминирования биткоина. И тут есть еще поле для маневра, где-то может быть до середины года, то есть видно. И рано или поздно мы выйдем в неком из этих каналов, либо вверх, либо вниз, и тогда еще немножечко уже ситуация, ну этот узел развяжется. И мне самому очень интересно, как все это будет развиваться. Так что следим за биткоин доминированием, посмотрим, как оно повлияет на этот график. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом на график доминирования биткоин уровня, то есть и соответственно в качестве комментариев ниже этого видео. По-любому я вам всем желаю хорошего дня, удачи на финансовых рынках, здоровья и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpa. Субтитры сделал DimaTorzok